Дорогоценные, сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить об атаках в нашей жизни. Кто из вас в последнее время подвергался тем или иным атакам на своем жизненном пути? Поднимите руки. Ну, чуть ли не большая часть, атакованы. Я не знаю, какие атаки конкретно у вас, но я знаю, что очень часто в моей жизни то, что я порой воспринимал за атаки дьявола, на самом деле никакими атаками дьявола не были и вообще вряд ли это какое-то имело отношение к дьяволу. Мы очень часто приписываем дьяволу то, в чем он совершенно не участвовал. То есть порой какие-то неурядицы, несостыковки в нашей жизни, которые происходят часто из-за нашего порой лени, недосмотра, как-то вот такого наплевательского порой отношения. Мы очень часто воспринимаем как атаки дьявола. Например, не так давно у меня в жизни был такой случай, когда я ехал домой, а у нас, знаете, как бы место, где я живу, там ворота открываются с помощью телефона. То есть есть определенный номер, звонишь на этот номер и ворота открываются. То есть ворота сейчас такие умные стали, они знают, кто им звонит. То есть если, например, с твоего номера ты позвонишь, не откроют. А с моего он меня знает, ворота меня знают, откроются. С другой, другой телефон не подходит. Вот и я еду домой, еду и домой, думаю, вот сейчас приеду, подъезжаю, беру телефон, а он у меня разряжен. Хотя я вроде бы недавно ставил его на зарядку. Я беру телефон, телефон разряжен, экран не горит, ворота открыть не могу, домой попасть не могу. И когда особенно ты едешь вечером после работы усталый, настолько вот какие-то мелочи бывают, выводят тебя из себя. Бывает же у вас такое, да, какие-то мелочи, да? И ты, я смотрю на это и думаю, вот же я поставил телефон на зарядку, а дьявол помешал. Хотя на самом деле просто-напросто проводок, который заряжал мой телефон, был нерабочим. Ну просто вот, у вас бывало так вот, поставишь телефон на зарядку, потом выходишь из дома, берешь телефон, а там один-два процента. Хотя вроде бы он тебя заряжал за несколько часов. И ты думаешь, ах, дьявол, хотя на самом деле просто у тебя неисправленный проводок был. Дьявол вообще его не трогал. Ты должен был его нормальный купить, но ты как-то все прособирался, не купил. Или, например, сегодня утром бежишь на собрание, да, и там автобус или маршрутка или еще что-то. Ты подбегаешь, а она уходит, и ты думаешь, ах, дьявол. Хотя на самом деле это просто-напросто ты вышел поздно. Ты вышел поздно. То есть ты вышел так, как обычно, но это просто поздно. И поэтому ты всегда опаздываешь. Есть, вы знаете, такие люди, у которых просто, они как бы одержимы бесами опоздания. Вот. Они всегда опаздывают. Они на работу опаздывают, на учебу опаздывают, на собрание опаздывают, на домашнюю группу опаздывают. Если ты с ними поговоришь, они вообще не виноваты. Жизнь такая у них. Им даже в голову не придется, что если они все время опаздывают, может, это не бесы опоздания, может, это не дьявол уводит маршрутки прямо из-под их носа, а что-то в их жизни не так происходит, а? Так же происходит? Или есть верующие, к сожалению, периодически встречаюсь с такими, которые приходят, говорят, пастор, помолись, помолись за работу, нет нормальной работы. Он устраивается, его увольняют, устраивается, увольняют, устраивается, увольняют. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, да дьявол не хочет, чтобы я был благословенным, нормально работал. Хотя, когда посмотришь на этих людей, они устраиваются на работу и все время ходят, и ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, их увольняют. Они думают, что это дьявол виноват, а не то, что они вместо работы все время с кем-то разговаривают. Вы таких встречали? Скажи ближнему, он про тебя сейчас все рассказывает. То есть проблема-то часто в нас на самом деле, но мы в этом обвиняем дьявола, мы просим, чтобы за нас молились, чтобы дьявол отступил, чтобы бесы опоздания отступили, бесы разряжающие телефоны отступили, бесы мешающие нам нормально работать отступили. И вот таким образом, знаете, верующие придумывают себе некий иллюзорный мир с какими-то своими духовными проблемами духовными, и они в этом духовном мире, вот сказочный духовный мир. Я очень много читаю христианских книг там про бесов, про демонов, какие-то духовные территории, думаю, Господи, я сказок в детстве начитался. Ну начитался я сказок в детстве, я не хочу сейчас в 40 лет читать сказочные христианские книги, вот какие-то там все территории, и там значит все так разобрано и интересно, вот как вот, ну я не знаю, как сейчас, вот в моем детстве, вот в 80-е годы было популярно, молодежь начитается книг Толкина и играют во Властелина колец, играют там в хоббитов, там кто-то орки, кто-то гномы, вот бегают с мечами, вот такие люди, они вот из мира фэнтези, ну и друг с другом вот этими деревянными мечами сражаются. Я не знаю, есть сейчас такие, нет, ну раньше помню, в 80-е годы были такие. И мне некоторые христиане напоминают вот таких же любителей духовных таких игр, которые вот тут бесы, тут дьявол, так вот тут враги, тут наши, тут не наши, и вот они что-то сражаются, они что-то друг с другом молятся, у них там какие-то свои духовные атаки, духовные победы, духовные переживания. И они даже не могут понять, почему ты не вовлекаешься в их мир, вот их христианского фэнтези, вот в мир их каких-то духовных вещей. Я не говорю, что нет духовного мира, и я не говорю, что нет там дьявола или каких-то духовных атак. Я говорю о том, что очень часто мы сами придумываем себе все эти атаки, мы придумываем себе какой-то образ дьявола. Ладно там, что в Библии много про него не говорится вообще, да, много каких-то намеков есть, но у некоторых людей четкая картина, какой дьявол, и все, что в принципе в их жизни плохого, все они приписывают к дьяволу. Я предлагаю сегодня, давайте прочитаем часть из письма апостола Петра. Первое послание апостола Петра, и откроем с вами пятую главу. Я буду читать это послание по современному переводу. Вы следите по синодальному. Почему я взял именно этот отрывок? Потому что Петр здесь как раз пишет про духовные атаки в нашей жизни. И давайте посмотрим, как Петр разбирает духовные атаки, атаки дьявола. Разберем это вместе с вами. И Петр же не просто об этом писал, он переживал это. Поэтому я как-то вот покажу вам три истории из жизни Петра, которые так или иначе. Я, конечно, не могу сказать на сто процентов, но я думаю, что Петр подразумевал это, когда писал нам определенные истины. Здесь в своем послании подразумевал эти истории, вспоминал так или иначе о них. Может быть, нет. Может быть, скажешь, Виктор, может быть, не о трех, а о двух. Ну, может быть, о двух. Но я бы на его месте о трех вспомнил. Вот посмотрите, начинаем пятая голова с пятого стиха. Напоминаю, читаю я по современному переводу. «И вы, молодые, также подчиняетесь старшим». У нас в инодальном переводе, как написано? Пастырем, да? Вот как-то это все-таки более широкий смысл. То есть не надо все время только одному пастырем или лидерам. Старшим. Подчиняйтесь старшим. «И все, служа друг другу, облетитесь в смирение, потому что Бог противится гордым, а кротким дарует милость». И вот посмотрите, здесь Петр показывает, что не только дьявол противится чему-то. Есть также Бог, который тоже противится. То есть есть вещи, против которых выступает не дьявол, а сам Господь. Причем Петр здесь не говорит, что Бог противится неверующим. Или Бог противится тем, кто не следует учению Христа. То есть как бы Бог за христиан и противится не христианам. Бог за верующих и противится неверующим. Дело не в этом. Не в том, ходишь ли там в церковь. Здесь Петр рассматривает, понимаете, по-другому. Бог противится гордым, а кротким дарует милость. Вы знаете, в притчах, третья глава книги «Притч», 34 стих, вот тоже эта истина рассматривается. Я опять прочитаю ее по современному переводу. «Над насмешниками Он», то есть Бог, посмеется. У нас вот кощунники, вот такое слово в синодальном переводе, а в современном переводе «Насмешники». Над насмешниками Он посмеется, а кротким дарует милость. Вы знаете, всегда во все времена, в том числе и в наше время, образ человека насмешливого. То есть человек, который как бы ни к чему серьезно не относится, на все смотрит немножко свысока, над всем посмеивается, ну такой скептик, такой несколько циничный человек. Вот этот образ почему-то всегда является очень привлекательным образом. Вот просто посмеяться, вот над чем-то, вот таким веселым человеком быть, вот там смешно, там смешно. Вот, ой, какой юморный, какой юморной человек, какой юморной человек. Парень юморной, мужчина юморной, там ведущий юморной. Все самые вот такие популярные, типа Ивана Урганта, вот такой привлекательный, он такой вот, он веселый. У него, вспоминаешь лицо Урганта, сразу улыбка такая, улыбка. Видно, что человек умный. Никто не спорит, что он умный. Но знаете, мне всегда, когда я смотрю на этих людей, над всеми смеющиеся, вот такие над всеми, как бы несколько хихикающие. Мне интересно. Ну окей, ребята, это смешно, это смешно, это смешно, это смешно, это смешно, это смешно. Вы такие умные. Но скажите, а что в вашей жизни стоит за этой насмешкой? То есть, есть ли у вас в жизни то, что для вас реально свято? Есть какие-то вещи? И обычно говорят, ну, это не для передачи, вот есть. Не-не-не-не, почему насмешки? Почему издевки? Почему, вот современное слово, так троллинги всевозможные? Это всегда в тренде. Это всегда популярно. Об этом нужно говорить. Целые передачи, которые построены на издевательствах, на насмешках, на вот таком высокомерном отношении, когда смеются все, все везде. Это всегда популярно. Смотришь большинство в интернете блогеров, молодежные блогеры, в основном, то есть, разные направления, а характер один. Надо всем посмеяться. Вот это смешно, это глупо, это по-идиотски, это тупо. И вот-вот все вот эти передачи. Ну, окей, хорошо. Это смешно, это глупо. А что не смешно? А что не глупо? А что? Ну, я понял, как неправильно жить. А как правильно жить? В молодежной среде сейчас очень популярны рэп-баттлы, да? И недавно был там рэп-баттл года. Думаю, почти все молодые люди смотрели. Даже я смотрел. Рэп-баттл года, да? Вот. И не скажу, что я такой знаток или любитель, тем не более, рэпа. Ну, посмотрел. И интересно было, потому что я увидел реально талантливых, умных ребят. У меня несколько, мое представление о рэперах изменилось. То есть раньше я думал, что это не такие умные ребята, скажем так. Или не такие талантливые. Ну, был у меня стереотип, не скрою, да? Я посмотрел и увидел, что реально талантливые ребята. Реально умные ребята. Ну, просто на самом деле. Я стал смотреть там последние недели-две. Я посмотрел кучу всевозможных рэп-баттлов. Пока однажды я вдруг не осознал, что больше как-то не хочется мне их смотреть. Скажешь, пастор, ну там же ты, говоришь, такие талантливые. Да, талантливые. Они такие умные. Да, реально некоторые из них удивительно начитанные люди. Есть рэперы у нас в России, там Оксфорды закончили. Интересно очень. Но сам принцип, когда люди просто вот стоят, как бы это сказать культурно, по-русски, издеваются друг на другом. Все. Просто вот стоять, и кто круче унизит другого, кто круче его обсмеет, тот и победил. И поэтому наиболее циничные побеждают. То есть вот кто, ничего святого, когда можно и тебя унизить, и твою семью унизить, твою маму унизить, там, твою жену унизить. Вот самый крутой. То есть я смотрел, да, реально талантливые ребята. Да, в этом есть определенный драйв, кач определенный. В этом есть определенная жизнь. Но на что эта жизнь направлена вот смеяться, издеваться. Тут более грубо, там, на первом канале Урганта более типа тонко, а вот дух-то один и тот же. Цинизм, скептицизм всегда на, как бы, в тренде. Поэтому так популярны сегодня программы, там, или выступления разных людей, которые называют себя атеистами, вроде Невзорова, которые смеются. И мы должны признать, во многом справедливо смеются над религией, высмеивая лицемерие, высмеивая недостатки, определенное фарисейство. Есть это. Есть это. Но возникает вопрос, ну хорошо, ну да, вот так вот, не так, так, не так, так, не так. Ну а, а как так? Ну это неправильно, так вот не надо, так вот. Ну к чему ведет атеистический путь, мы тоже на примере нашей страны видели. А что же есть вот кроме этого-то всего издевательства, талантливого, но издевательства, насмешек, может быть, тонких, но насмешек. Ну что же, ну а что же есть вот настоящего-то, что есть? Что же есть святого-то? Что же скрыто со всем этим? Как же надо жить-то? Точно так же, знаете, в христианском мире вот сегодня ну как сегодня, ну вот когда наши церкви, вот новые церкви, которые поднялись вместе с новой нашей Россией в начале девяностых годов, уже прошли двадцати-двадцати-пяти летний путь, и мы сегодня видим много недостатков, минусов вот в наших христианских церквах, вот в том движении духовном, да, есть, и немало людей вот так-не-так, вот тот-не-так, вот тот-не-тот, вот тот-не-тот, да-да-да-да. Я в принципе многие вещи как-то впервые начал осознавать где-то в начале двухтысячных годов, но у меня вставал всегда вопрос, ну хорошо, вот так-не-так, так-не-так, ну а что же я тогда должен предложить? Я же не могу выйти и сказать вот это неправильно, это неправильно, это неправильно, это неправильно, аминь, все. Ну хорошо, люди будут знать, как неправильно, как не надо, как нехорошо, а как хорошо, а как надо. Ну окей, тут лицемерие, тут фарисейство. Ведь смотрите, Иисус же не просто обличал фарисейство, Он показывал другой путь. Он не просто пришел посмеяться над саддукеями, над фарисеями. И уж прямо скажем, как Сын человеческий Иисус был талантлив, в своих притчах талантлив, в своих обличениях талантлив. Он ого-го, как говорил про фарисеев, там гробы окрашены, комара, отцеживайте верблюда, поглощайте, красивые образы. Но ведь Иисус пришел не просто с критикой, не просто с насмешкой, не просто со словами, как не надо, как неправильно, как плохо, как глупо, нехорошо, некрасиво. Он же показал путь. Вот почему, например, я очень часто, зная, что что-то неправильно, что-то нехорошо, тем не менее не тороплюсь об этом говорить, потому что я всегда перед собой ставлю вопрос, ну хорошо, я об этом буду говорить с моими братьями и сестрами, но что же я предложить-то могу? И пока у меня нет ответа, я стараюсь не касаться этого. Ну хорошо, так не надо, ну надо-то как? Как надо? И поэтому, думаю, не случайно в притчах-то и говорится, что как бы ни казалось это круто, как бы ни казалось это всегда в тренде, быть насмешливым человеком, который ни к чему не относится серьезно, на все смотрит так через улыбку, такой остряк просто. Но над насмешниками он, написано, посмеется, а кротким дарует милость. Или вот написано у нас в пятом стихе, пятой головы первого послания Петра, да, облекитесь в смирении, потому что Бог гордым противится, а кротким дарует милость. Или у нас написано благодать дарует, да? А я вот посмотрел, что же, а Бог говорит о другом. Смотрите, Бог говорит о том, что в нашей жизни должно быть что-то, да, что ценится Господом, привлекает милость небес, благодать свыше. Это называется кротостью, смирением. Я знаю, что иногда пытаются показывать разницу, вот кротость это одно, смирение это совершенно другое, кроткие это вот такие смиренные, такие. Очень часто в писании кротость и смирение, конечно, у этих слов есть какие-то оттенки свои, какие-то грани свои, но порой это употребляется как синонимы. И я вижу в этом месте синонимы. В одних переводах милость, в других переводах благодать, да? Вот, точно так же смирение, кротость схожие, да? И вот здесь, смотрите, слово «облекитесь». Очень интересно, что вот в греческом языке слово «облекитесь» имеет несколько значений, в том числе «опоясаться», то есть не просто одеть на себя вот одежду, да, вот «облечься в пиджак», а вот чем-то припоясаться, то есть какой-то пояс. И когда я увидел этот перевод, сразу вспомнил одну историю из жизни Петра. Евангелие Теана, 13 глава. Евангелие Теана, 13 глава. Третий стих. И Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу отходит, «встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, взяв полотенце, припоясался». Вот это тоже самое слово, которое стоит в Его послании, в пятом стихе пятой главы. «Облекитесь», «припояжьтесь», «обвяжитесь». Вот это слово, то же самое слово греческое используется. «Потом взял, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». Подходит к Симону Петру. Опять-таки мы видим, что есть истории, где участвовали многие, но Петр там выделялся. Это одна из таких историй. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». И вот посмотрите, припоясаться смирением, Иисус не просто, как я сказал, высмеивал лицемерие. Он не просто говорил гневные слова в адрес фарисеев, в адрес саддукеев. Иисус показывал путь, и этот путь смирения. Он не просто об этом учил, он жил так. И он это делал не на показ. Он это делал, как некое выражение своего сердца. Когда по традиции люди собрались после дороги в помещении, и слуги, либо наименее значимые люди, должны были умывать ноги, то Иисус, припоясавшись полотенцем, стал сам умывать ноги своим ученикам. Петр возмутился. Вы знаете, я думаю, Петра возмутило не столько то, что сделал Иисус. Он даже, думаю, больше не о Христе думал в этот момент. Он думал больше о себе. Потому что поступок Иисуса ломал представления Петра. А представления были такими, вот как люди в мире там что-то делают, и кто наверху тут имеет больше благ, больше привилегий, там мигалки всевозможные. А простым людям внизу, ну чем как бы проще, тем больше всякой черновой работы им должно доставаться. И тут вдруг, я думаю, он о себе вот это тоже думал, что вот я все-таки, ну, не последний человек среди учеников. Один из первых тех, кто он призвал, да, один из таких вот как-то, ну, значимых в коллективе. И он наверняка как-то мыслил себя, ну, где-то вот на второй линии, если мы берем на первой Иисус, на второй, вот где-то Петр, ну, может, там еще Иоанн. Вот какие-то вот самые значимые апостолы. Именно же он их отдельно, Петра, Якова и Иоанна, брал на некоторые закрытые мероприятия. Других нет. И вот он себя мыслил так вот. И, естественно, он понимал, что в отношении Иисуса он должен мыть ноги, а в отношении Него должны мыть ноги, ну, почти все остальные ученики. И когда Иисус так сделал, он не просто думал, что Иисус так сделал, он понимал, это что означает, что и я тоже должен умывать ноги другим. И вот его представление о важности, о значимости стало рушиться, потому что представление мира о значимости и важности всегда связано с нашим Я, Я-человека. Вот чем больше значимый, больше Я, вот Я такой, и наш эгоизм, и мы приходим в церковь, и точно так же и здесь, как бы принимая новые правила игры, тем не менее оставляем свое Я, вот мое Я, Я тоже здесь, так как я Господа люблю, никто не любит так Господа, так как и я Господу служу и посвящен, а люди современные христианчики так не посвящены Господу, как Дух Святой через меня действует, так и через кого не действует. И отсюда вот все наши вот эти современные мифы о разных помазанниках, великих людей, вот этих, мы думаем, что чем больше значимый, чем больше шумихи вокруг него, чем больше Бога там. И когда мы идем к этому, то мы вдруг увидим, что никакого больше Бога там нету, чем больше мы это узнаем, а просто-напросто больше там Я раздутое, Я, Я, Я одетая в христианские одежды. Но Я одетая в христианские одежды – это то же самое фарисейство, потому что дело не в одеждах, не в одеждах. И вот когда рушится вот это понимание Петра, когда Иисус ему говорит, ты не понимаешь, потому что ты, к сожалению, Петр, продолжаешь думать по-старому, по-мирски, он говорит, что то, что я делаю теперь, ты не знаешь, не понимаешь, но потом поймешь. Я не знаю, когда это потом наступило, но вот читая первое послание Петра, мы видим, что Петр осознал это, осознал эту великую, великую истину, что в действительности настоящее величие в смирении, Божья сила, Божья милость и Божья благодать в кротости проявляется. В этом и есть наша сила. Чем больше мы умоляем, чем больше мы не думаем о нашем Я, о нашем эгоизме, чем больше вот это Я в нас умирает, тем больше в нас Христа. Как писал другой апостол Павел, уже не я живу, живет во мне Христос. Чем меньше вот этого Я во мне живет, тем больше жизни Христовой. И вот смотрите, дальше, шестой стих первого послания Петра, пятой главы, да? Вот Бог противится гордым, а кротким дарует милость. Шестой стих. Итак, делает апостол вывод. Склонитесь смиренно пред могучую десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас, да? В синодальном переводе смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Знаете, когда мы не стремимся переделать все под какие-то наши личные представления, а принимаем мир, созданный Богом, принимаем жизнь со смиренным сердцем, даже если мы порой не все понимаем, даже если нас порой не все устраивает. Как вот на прошлой проповеди, если у вас не было в то воскресенье, я советую, обязательно посмотрите эту проповедь в интернете. Мы там говорили о том, как цыпленок вылупляется из яйца. Я приводил пример, что вот внутри яйца у цыпленка складываются свои представления. Здесь тепло, здесь все гладенько, все так светленько, да? Вот какой-то свой ветер тебя не достает. Дождь на тебя не капает. Ты в этом. И ты вдруг вылупляешься. От твоего прежнего мирка, от твоего прежнего мировоззрения порой только скорлупа остается. И ты в этом мире. И этот мир, во-первых, он намного более грандиозный, чем тебе раньше казалось, живя в своем яйце, да? А с другой стороны, этот мир не такой уютный, как тебе казалось внутри яйца. Здесь уже и дождик на тебя капает. Здесь уже ты и ветер чувствуешь, да? И ты многие вещи, ну, не хочешь, а переживаешь. Находишься внутри яйца, и там курица высиживает, ну, или инкубатор греет, неважно. И не имеет значения. Зима, лето, да? Осень, тепло, дождик не капает, температура более-менее одинаковая. А тут, а тут вылупляешься, и смотришь, оказывается, тут все сложнее. И не все время тепло и сухо, а бывает холодно и мокро. У нас вот сейчас последнее воскресенье лето, да? Осень следующая у нас уже. Осень. И все. И когда ты думаешь про то, что, ой, последние деньки лета, скоро придет осень. Вот я как не вспомню песни о конце лета, они всегда печальные, да? Не было печали, просто выходило лето. Вот как-то все так вот. Или я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы осень не приходила. Вот мы хотим, мы хотим, чтобы лето не кончалось. Мы вообще не понимаем, ну неужели для него не было бы трудно создать землю и мир, чтобы лето не кончалось? Ну сделал бы солнце с нескольких сторон. От одного солнца кончилось лето, от другого включилось. Сложно ему было это сделать? Нет. Оно не сделано так. Наступает осень, и с осенью дождик, и с осенью, ну у нас есть снежок бывает, с осенью на Урале, да? С осенью все, тепла такого нет. Депрессия осенняя начинается у всех. Уже советы, как пережить осеннюю депрессию. Уже некоторые впадают, им хотелось, чтобы лето не кончалось, а оно заканчивается. И все. И ты думаешь, как же классно было жить в моем яйце. Как же хорошо было в нем не жить. Что лет, что зима. Все одинаково, тепло и сухо. А тут такой мир. И вы знаете, и у тебя немало возникает претензий к Богу. Бог, а почему так? А почему так? В этом и есть суть смирения. Когда ты принимаешь, не только когда понимаешь, но принимаешь всегда. Потому что ты доверяешь Богу. И в этом и есть наша вера. Есть вещи, которые мы не понимаем. Почему они происходят в нашей жизни? И мы бы не хотели, чтобы они происходили. И мы порой христиане приписываем их дьяволу и начинаем с ними бороться. Не понимаю, что это приходит от Бога. Просто мир вот такой, созданный им. Но я не понимаю, почему он так создан. Я бы, если бы создавал, создавал все по-другому. У меня одно время были мысли. Если бы я был Богом, все было бы намного лучше здесь. А потом вдруг доходит до тебя, что есть то, что просто-напросто ты не видел, ты не слышал. Но это необходимо. Не видел глаз, не слышал ухо. Не приходило на сердце. Но это Бог создал. Для чего? Для любящего. Как помните, мы говорили, что по идее люди, которые пытаются накачать мышцы, они берут всевозможные гантели, штанги, и когда происходит физическое упражнение, волокна мышц разрываются, происходит боль. И за счет этого зарастает, утолщается, мышца растет, то есть рост мышцы, физический рост тела человека происходит через определенную боль, определенные микротравмы мышечных волокон. Нам бы хотелось, чтобы ел пирожное, и мышцы росли, а? Фитнес-клуб, и там смотришь, шоколад, мармелад, зефир. Пришел, наелся, мышцы выросли. И сладко, и хорошо, и травм нет. Но так не происходит. То есть, от шоколада, мармелада и зефира, конечно, тело тоже растет, но не так, как ты думал. Не так. Потому что, чтобы росли мышцы, нужно проходить через боль, через определенные страдания, определенные разрывы мышечной ткани. Скажите, ну почему? А вот так вот. И теперь мы переходим к твоей жизни. Почему у меня такие надрывы, какие-то такие боли? Так потому что Бог хочет, чтобы не ожирел ты совсем. Чтобы сердце твое было живым, было сильным, было мощным. Ты думал, это дьявол гонял его, а там ангелы стояли. Слава Богу, что ангелы из небес, они не обижаются, когда ты их бесами называешь. Слава Богу, Бог не гордец, вроде тебя. И он не обижается, когда ты гонишь его, называй дьяволом. Он говорит, неразумный ты мой. Меня вот мой маленький сын, как только бывает не назовет. Как только бывает не назовет. Ну маленький. Я его, конечно, объясняю, как надо меня называть. Но иногда он ошибается. Поэтому мне приходится его наказывать. И что интересно, когда мы думаем, что что-то приходит в наши жизни, это что-то, знаете, чтобы, вот потому что мы такие плохие были. На самом деле, когда ты наказываешь, ты даже не столько думаешь о прошлом, сколько думаешь о будущем. Потому что прошлое, это уже не изменить. Ну назвал он тебя так и назвал. Но ты не хочешь, чтобы он тебя в будущем так называл. Понимаете, да? Часто то, что Бог делает в нашей жизни. Ой, это из-за будущего твоего. Ну нельзя же было так меня вот простить, не наказывать. Да можно было бы. Но Бог за будущее твоего переживает. Не накажешь тебя. Ты же опять так его назовешь. Поэтому многие вещи в нашей жизни происходят от Бога. А мы этого не понимаем. Мы не понимаем. И вот посмотрите, он говорит, смиритесь перед могучей десницей Бога. Даже когда ты не понимаешь, когда, может быть, не до конца разбираешься. И он в свое время возвысит вас. Смотрите, тут у нас стоит точка. В греческом 6 и 7 стихе одно предложение. Там нет точки. Тут стоит запятая. Поэтому то, что в 7 стихе, это не новая мысль. Это продолжение того, что Петр пишет в 6 стихе. Смотрите. Все свои заботы возложите на него. Ведь он печется о вас. И вот дословно это звучит так. Смотрите. Склонитесь перед могучей десницей Бога. И он в свое время вознесет вас. Потому что вы возложили заботы на него. Поскольку он о вас печется. То есть здесь нет нового повеления. Возложение забот Петр связывается с смирением. И вот вообще само слово, вот эти заботы, заботы возложите на него. Это греческое слово меримнан означает забота, тревога, беспокойство, огорчение. Кто из вас переживает в жизни заботы, тревоги, беспокойство? А вот теперь подумайте. В чем причина ваших тревог, забот и беспокойств? Когда вот думаешь об этом, то сразу же, почему-то вот так устроен наш разум, сразу же думаешь, да как, в чем причина, пастор? Жизнь такая. Мы заботимся, потому что много, что нас заботит. Тревожимся, много, что нас тревожит. Ну, жизнь такая. Непонятно, какие-то вещи в экономике бывают, в политике, в социальной жизни. Вот что-то постоянно происходит, где-то все время кризисы, где-то все время сложности. Потому мы и заботимся, потому и мира нет, потому и беспокоимся. Но апостол Петр не так относился к причине забот. Не случайно я сказал шестое и седьмое предложения. Это одно предложение в греческом языке. Итак, шестой стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время все свои заботы возложите на него, ибо он печется о нас. И здесь, смотрите, Петр четко показывает, что наша гордость и заботы связаны. Центр всех твоих тревог, переживаний, это опять-таки твое я, твое эго, твой эгоизм. Потому что смирение неразрывно связано с возложением забот на него. Ты смирился, почему? Потому что возложил заботы на него. Ты заботишься и переживаешь, почему? А потому что не смирился перед ним. Вот и все. Потому что сложности у всех, проблемы у всех, через кризисы все проходят. Но почему мы так по-разному заботимся? Почему мы так по-разному переживаем? Опять-таки это связано с нашей гордостью, с нашим эгоизмом. И тут опять вспоминается одна история из Евангелия, связанная со Христом. Ну, конечно, они все связаны с Иисусом, но на втором месте там всегда был Петр. Откроем Матфея 14 главу. Евангелие от Матфея 14 глава. Вторая история жизни Петра. Думаю, эта история помогла ему в осознании той истины, которую Петр уже пишет в первом своем послании. Итак, Матфея 14 глава, 22 стих. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились, говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр же сказал ему в ответ, Господи, если это ты повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. И вот, думаю, вторая история, о которой думал Петр, когда писал свои вот эти строки, вспоминал вот эту историю, когда они плыли с учениками, буря случилась, и тут они увидели Иисуса, который идет по воде, и было непонятно, это может быть призрак, может быть, не призрак. Разные возникли в лодке, богословские мнения. И Петр тут, в чем была сила Петра, он не боялся все проверять на практике, он не просто там участвовал в диспутах, он говорит, хорошо, надо проверить. И сказал, Иисус, если это ты, можно к тебе по воде приду? Казалось бы, Иисус должен был сказать, что ты, Петр, выскочка, все сидят, и ты сиди, тут ты хочешь, типа как я, по воде. Но Иисус так не сказал, потому что, вы поймите, не всегда дерзновение человека связано с его эгоизмом, не всегда дерзновение человека связано с его наглостью, что ли, с его плотским я. Порой людей двигают, вот сделать не как все, как раз именно другой мотив, мотив любви, мотив служения людям. Поэтому то, что он вызвался первым, это еще не значит, что это был эгоизм. Но смотрите, как все продолжалось. И вот он пошел к Иисусу по воде. И тут Евангелие говорит, смотрите, и тут видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал, Господи, спаси, спаси меня. Испугался. Дословно здесь говорится, стал тревожиться, то есть испугался. Вот смотрите, наши заботы, наши тревоги, наши переживания. Вот мы переживаем, мы заботимся, мы тревожимся. хотя обратите внимание, еще не начал тонуть. Написано, увидев большие волны, да, он испугался, или в современном переводе, да, встревожился, увидев большие волны. И тогда, начав тонуть, закричал. Наши тревоги, это не показатель того, что мы в беде, потому что в беде Петр оказался уже потом, после того. Он встревожился не потому, что оказался в беде, а встревожился потому, что увидел большие волны. Я не знаю, насколько хорошо Петр плавал, да, он был рыбак, может хорошо, может не очень, я не знаю, но у дефолны, как опытный может быть рыбак, он понял, что своими человеческими силами с этими волнами он не справится. И посмотрите, опять наши тревоги, наши заботы связаны с нашей гордостью, то есть с концентрацией на нашем «Я», наше «Я», опять здесь в центре мы переживаем, так непонятно, так вот все, а почему так все происходит, а вот я вот подумал, что я только выйду из лодки, все успокоится, и я пойду по воде к Иисусу, будет полный штиль, а я пошел по воде, а ничего не успокоилось, такие волны, то есть посмотрите, его упование было не на Иисуса, хотя Иисус вроде бы сказал ему идти, и он послушался Иисуса, но когда он слушался Иисуса и вроде бы делал то, что Иисус сказал, тем не менее продолжал уповать на себя, как порой мы в служении Богу, мы знаем, что да, Бог призывает нас к этому, мы знаем, что мы делаем то, что Бог желает в нашей жизни, но мы на этом пути нашего призвания, все равно продолжаем уповать на себя, на свое Я, словно забыли, если Бог говорит, значит, Он заботится о нас, если Бог говорит, значит, Он понимает, какие волны, Он понимает размер шторма, если Бог тебе сказал, значит, доверяй Ему, а как можно довериться, смирившись, а как можно смириться, оставив свое упование на себя свой эгоизм, свою гордость, потому что, я вам скажу, часто именно наша паника, когда нам трудно, наши истерики, наши нервозы, которые сегодня стали бичом нашего времени, являются четким диагнозом, показателем того, что мы чрезвычайно гордые люди, ой, но я же истерю, потому что мне так плохо, ты истеришь, потому что ты очень гордый человек, я нервничаю, потому что жизнь такая, ты нервничаешь, потому что ты очень гордый человек, потому что твое я, оно не собирается принимать и соглашаться с тем, что происходит в твоей жизни, потому что можно быть с миром в сердце, только когда ты реально уповаешь на Господа, что бы вокруг не происходило, а уповать на Бога можно только, когда вот эта наша гордость сокрушена, наша самоправедность, самоуверенность, самоупование сокрушены, а это так тяжело, потому что я знаю, что самое популярное христианство, когда говорится о любви, о доброте, но я человека остается, я остается, с этим соглашаются будут многие ученые, да, 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 доброта, любовь, я, а когда мы говорим о смерти эгоизма, о том, что эго это ужасно, ты думаешь, как же так, это не просто я было плохим, теперь я стала хорошим, я было грешным, теперь я стала святым, а это вообще уже не я, а Христос во мне, и тогда начинает доходить в чем суть нового творения, это не просто улучшенное старое, как бы та же самая лада, но с новыми отбивесами сделанная, это вообще другая машина, и наша паника не потому, что ветер и волны большие, а потому, что мы, может быть, много лет посещая собрания, читая Библию, все равно продолжаем жить по-старому и уповать на себя, все делать для себя, вот это я, 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 я. Поэтому вот эти шестой и седьмой стих, они показывают, насколько взаимосвязаны гордость и заботы наш эгоизм и наши тревоги. И это эго является центром всех наших тревог, забот, беспокойств. Потому что, когда нет эго, а с чем переживать? О чем беспокоиться? Ты уповаешь на Бога и знаешь, что Он вознесет тебя в свое время. Ты многое, может быть, не понимаешь своим плотским умом, но ты просто уповаешь на Него. И поэтому у тебя мир, этот мир, мир Божий, отличается от этого временного человеческого умиротворения, временного человеческого покоя. Человек успокоился, только если Он умом контролирует ситуацию. Вот, как завтра будет, как завтра будет, как завтра будет. А, вот так. И ты умом начинаешь как-то вот так, 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 успокоился. И тут новая мысль, а вдруг все будет не так и будет по-другому, и снова начинаешь беспокоиться. Поэтому, вы поймите, мы чаще всего уповаем на свой ум, все под контролем, все как-то мы продумали, все мы просчитали, более-менее успокоились, но тут какие-то новые проблемы, новая какая-то негативная информация, и заново беспокойство, и заново тревоги. Точно так же и живут многие христиане. Вот, как-то послушал проповедь, вот так чуть-чуть успокоился, как-то это, а после собрания там в понедельник новая негативная информация, какие-то новые проблемы, и у тебя снова беспокойство и тревоги, и словно ничего не было, собраний не было, проповедей не было, снова-снова вот так вот, вот так вот, вот так вот. И опять новое собрание как-то более-менее успокоилось, слово Божье принесло мир, но опять-таки ты уповаешь на свой разум, а не на Господа. А в этом и отличие. Мир Божий ничто потревожить не может, потому что он не на твоем эге основан, и не на твоей силе. Оно упование и на Господа. А чтобы уповать на Господа, нужно смириться перед Ним. А чтобы смириться, там, где смирение, там нет места твоему эгоизму. Ты смиряешься. Ты говоришь, Господи, да, я сделал все, что мог, больше не могу, я просто уповаю на Тебя. На Тебя. И я знаю, что даже когда происходит что-то не как я думал или планировал, все в Твоих руках, все в Твоих руках, все в Твоих руках. Ты не начинаешь никого обвинять. Он мне не помог, он мне не сделал, мне было тяжело, где, брат, ты был? Это опять твой эгоизм. Он во всем обвиняет других людей. Это как, помню, мы, когда собирались приобретать здание, сколько историй было здания, когда мы собирали, 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 определенную сумму, собрали, и все равно не хватало, и нам нужно было еще сколько-то, и никто не давал ни занять, ничего. Я помню, я с такой надеждой общался, когда был в Америке, с друзьями, служителями, в Европе там, с теми, кто занимался в банковской системе христианами. Я говорил, мы хотим купить здание для церкви. Я не прошу у вас помощи. Я прошу, помогите нам вот каким-то вот кредитом. Вот, потому что там у них на Западе, кредит там маленький, там, не как у нас по 20%, там 2-3%. Помогите нам с кредитом. И мы вернем все, мы уже все просчитали. Я был уверен, что у нас больше эта часть суммы есть, но немножко же осталось. Ну, помогите. И они, да, мы хотим помочь. И так никто не помог. Никто! Друзья, а? После того у нас отношения с Америкой ухудшились. Нет, конечно, у меня не ухудшились. Но я вам скажу честно, ну, были у меня нехорошие мысли. Я думал, да, жирую там, денег некуда девать. В одной там церкви мы были, они себе решили бассейн пристроить. А вместо того, чтобы помочь нам. И вот, знаете, у меня были такие мысли негативные, да? Вот. И потом вдруг вот, ну, все наши служители знают, Дмитрий знает, мы непосредственно участвовали во всех переговорах. Пришла, пришли к нам варианты, как мы не думали и не искали. И нам помогли, и условия были хорошие, и было все в рублях. Так же, Дим? Я же никого не обманываю. И потом, в 14-м году, когда мы купили здание, что произошло? Это мы сделали весной, и уже осенью доллар, евро. Вау! Помните, вылетели? Полтора, два раза. Я сейчас думаю, Господи, слава тебе, что я не взял тогда под 1-2% в долларах или в евро. Потому что, если бы мы это сделали, в рублях бы это было бы во много раз больше, понимаете? то есть есть моменты, когда нам кажется, что дьявол нам противится взять деньги, а это Бог не давал. Понимаете? Потому что эти люди, они были с таким сердцем, говорит, Виктор, мы поможем, мы сами не можем понять, как мы хотим тебе помочь, а ничего не помогается. Я думал, ну как хотите вы мне помочь, не помогается, да жадные вы тут все. Особенно в Европе, конечно. В Германии самые такие жадюки живут. Ну, они немцы. Мы их тоже не любим. Вот. Не все жадные. Мы одни только добрые, но у нас ничего нет. Вот. И вы знаете, и вот когда это произошло, я вот так сидел, и у меня, знаете, вот иногда бывает вот такой случай, да, вот что-то такое произойдет, и ты потом думаешь, ой, что могло быть-то? И холодок, уже запоздалый. Бывает так иногда, холодок запоздалый. Бывало у вас, да? Я сегодня только историю про себя расскажу. У меня была история однажды, я только научился водить машину, и у меня была первая машина. Я помню, ехал по юго-западному району, вот, и проехал один перекресток, такой, я еду такой, был уже вечер, проехал перекресток, и, знаете, и проезжай, и вдруг сзади меня машина по перекрестку пролетела. Я такой, думаю, что он с ума сошел, потом обернулся. А оказывается, я ехал по второстепенной дороге, а там была главная. Я не знал, думал, что еду по главной, проехал, и сзади меня пролетела машина. Ехал бы я чуть-чуть помедленнее. И вот когда ты раз, проехал, я думаю, так, что такое, что там такое, у меня второстепенно, и вдруг, И когда ты представляешь, что могло бы сейчас случиться, да, бывает такое, да? Когда уже все прошло, и тебе вдруг страшно, когда все закончилось Бывало у вас так, да? Вот страшно, когда все закончилось У меня вот так вот было один раз Страшно, когда все закончилось И вот точно так же у меня было Я такой сижу, и тут доллар как взлетит, и все Я думаю, Господи, а если бы мы тогда взяли у них помощь? Сейчас бы мы как отдавали? Я такой, а-а-а, думаю, слава тебе, Господи, пронесло Пронесло А в тот-то момент я был убежден Сатанюка Опять тут церкви Божьей мешает дело делать Но Бог на меня не обижался, думаю, за то, что я так про него думал нехороша Он благой, а? Он благой И вот знаете, вот все эти истории Они учат тебя, уповай на него Уповай на него Уповай на него Ну волны большие, ну для тебя большие Ну никто не спорит Ну шторм, да Ветер противный, очень противный Уповай на него Ну это все Ну если я уповаю на него, почему же вот это все тогда есть? И вот заметьте Когда мы Не уповаем на него Когда для нас величие волн больше величия Господа Вот тогда-то мы и начинаем тонуть То есть беспокойство это не следствие проблем Часто проблемы следствия нашего беспокойства Потому что беспокойство связано с гордостью А гордым Бог Противится Гордым Бог противится Дальше читаем Пятую главу первого послания Петра Да? Все заботы ваши возложите на него Ибо он печется О вас И вот непосредственно К дьяволу переходим Будьте трезвы Ну не мы, а Петр переходит Мы уже за ним смиренно следуем Будьте трезвы Я читаю по современному переводу Не спите Ваш противник, дьявол Бродит, как рыкающий лев Ища Кого Сожрать Но это тоже интересное наблюдение Ходит, как рыкающий лев Я думаю, многие знают Что когда вот Стая львов Да, прайд львов Кто там охотится? Львицы А лев уже кушает что? Что львицы ему приносят Правильно? Я думаю, очень часто Дьявол побеждает нас Потому что Мы сами ему приносим Добычу вот этого Львицы Это наш эгоизм Гордость Амбиции Вот Это Убивает нас А дьявол просто Дожирает Что мы сами ему приносим Нашей горлостью Ваш противник, дьявол Ходит, как рыкающий лев Ища Кого Сожрать Вы должны Противостать ему Твердой В вере Это нашему Упованию На Господа И опять-таки Я показываю, что это Совершенно Отличается От упования На себя Уповать на Бога Смирение Уповать на себя Гордость Зная Что во всем мире Братья ваши Терпят Такие же Страдания Все терпят Такие же Страдания И наши братья Терпят страдания И сестры Страдания Но одни Тревожатся Другие нет Но страдать вам Совсем Недолго Бог Источник Всякой Милости Призвавший Вас В единение С Христом Иисусом Разделить Свою вечную Славу Вас Исправит Укрепит Усилит Утвердит Я думаю, что Когда Петр писал Эти строки Он еще одну историю Своей жизни Вспоминал Это третья история Из Евангелия Которую я вам хочу Напомнить Матфей 26 глава 33 стих Когда Петр В ответ На Рассказ Иисуса О Своих Страданиях И смерти Пророческих Словах Предсказаниях В ответ Петр ему Говорит Если Я Если Все Соблазнятся Тебе Я Никогда Не Соблазнюсь Сказал ему Истинно Говорю Тебе Что В эту Ночь Прежде Нежели Пропает Петух Трижды Отречешься От меня Говорит Ему Петр Хотя Бы Надлежало Мне И умереть С тобой Не Отрекусь От тебя Подобно Говорили И все Ученики Конечно Как Ему Было Стыдно Потом Он Выводил Эти строки Но Страдать Вам Десятый Стих Совсем Недолго Или Как В синодальном Переводе Я смотрю По синодали Девятый Стих Противостоите Ему Твердой Верой Зная Что Такие Страдания Случаются С братьями Вашими В мире И Десятый Стих Бог Жи Всякой Благодати Призвавший Вас Вечную Славу Свою Во Христе Иисусе Сам По Кратковременном Страдании Вашим Да Совершит Вас Кратковременном Страдании У Павла Страдание Или В современном Переводе Но Страдать Вам Совсем Недолго Бог Источник Всякой Милости Призвавший Вас В единении Со Христом Иисусом Разделить Свою Вечную Славу Видите Страдания Недолгие Временные Есть Вот Это Боль От Разрыва Мышечных Волокон Есть Но Сопоставляя Эти Временные Страдания С Вечной Славой А в этом И есть Вера Что Для тебя Является Центром В жизни Временная Или Вечная И вот Он говорит Разделить Свою Вечную Славу Вас Исправит Укрепит Усилит Утвердит И Одиннадцатый Стих Да Будет Могущество Его Вовеки И Опять Таки Все Заканчивается Вот этими Словами Упование На Господа Когда Мы Уповаем На Него Когда Мы Сможем Пройти Достойно Через Все Эти Кратковременные Страдания Как Достойно Не Тревожась Не Падая В Панику В Истерику В Нервозность Все То Чем Болеет Наш Век Мы Уповаем На Него Потому Что Знаем Через Что Бы Мы Не Проходили В Своей Жизни Это Кратковременные Легкие Вещи Ничто В сравнении С той Вечной Славой Которая Откроется И Явится Это Упование Не на свое Я Не на то Как ты Выглядишь А на то Кем ты Реально Являешься Во Христе Иисусе Упование На Христа Который Пребывает В тебе Наполняет Наполняет Тебя И Это И Есть Настоящее Сокровище Которое Мы носим Мы не просто Обличаем Фарисейство Там Лицемерие Религиозные Сказки Нет Ничего Особенного Чтобы Критиковать Современный Христианский Мир Со множеством Недостатков Но Все Все Дело Втрогом А кроме Того Что ты Видишь Как Кто Чего Делает Неправильно Что у тебя Помимо Этого Есть Есть ли Вот это Смирение И Кротость Которые Неразрывно Связаны С познанием Господа Потому что Там где Сильное Я Там гордость А Бог Гордом Противится Лишь там Есть Смирение Туда Приходит Дух Славы Именно Вот в Это Сердце Которое Названо Иисусом В Нагорном Проповеди Блаженный Нищий Духом Именно Вот такой Дух Может Целиться И Соединиться С Духом Божьим Настоящее Сокровище Которое Мы И несем В этом Мире Единение С Богом Как Свет Этому Миру Всемогущий Господь Я благодарен Тебе За этот Воскресный День Когда мы Можем Вместе С моими Братьями И сестрами Читать Письмо Апостола И Вслушиваться В то Что Дух Святой Желает Поведать Нам Я молю Господь Касайся Наших Сердец Сейчас Я молю Мой Бог Особенно Коснись Тех Кто В последнее Время Пребывает В этом Состоянии Тревоги Озабоченности Нервозности Я молю Мой Бог Открой Глаза Покажи Что Причина Этого Не в Сложностях Жизни А в Нашем Эго В Нашем Эгоизме В Наших Амбициях В Нашем Самолюбовании Самоуверенности Потому Что Когда мы Соединяемся С Тобой Когда мы Сливаемся С Тобой Когда мы Чувствуем Себя В Твоих Руках Когда мы Уповаем На Тебя Что Может Нас Потревожить Что Тогда Может Нас Напугать Тогда Ничто Не может Нас Озаботить Потому Что Мы Храним Мир Мир Который Превыше Ума Превыше Нашей Логики Превыше Нашего Мышления И стремления Все контролировать Этот мир Зиждется На Единении С Тобой Я прошу Тебя Господь Касайся Наших душ И сердец Сейчас Чтобы Чтобы мы Взыскали Именно Такой Мир Этот мир Приходит Кротким И смиренным Сердцем Именно Смиренных Ты возвышаешь Именно Кротким Ты даешь Благодать А Гордым Насмешником Ты противишься Нет Нет Ничего Ценного В цинизме Нет Ничего Драгоценного В скептицизме Господь Ценность Только В уповании В единении С Тобой Ценность Когда Уже Не я живу Но живет Христос Во мне Ценность Когда То что я делаю Я не просто делаю Своей силой Или крепостью Но я Смиряю себя Под крепкую Мышцу Божью И он Действует В моей Жизни И через Мою жизнь Господь Поэтому И вся слава Не моей Плоти И не моему Эгу А вся слава Тебе Вся слава Тебе Иисус